здравствуйте дорогие друзья хотел рассказать вам очередную мистическую историю которая произошла год назад чуть чуть может быть больше в середине октября прошлого года я частенько с собаками от дома до пруда бегаю спортом занимаюсь ну и в тот день шел шел маленький дождик но все равно мы пошли потому что график график надо соблюдать небольшой дождь не помеха и бежали мы бежали потом бежать оказалось невозможно потому что очень скользкая дорога я пару раз бахнулся и уже думаю ищите дураков и так есть перемазался решил то пешочком дойти до озера чтобы как-то чтобы вообще там нет не превратится глина сами понимаете так вот сухая дорога хорошая как вот чуть подмокнет уже невозможно бежать невозможно подскальзываешься и буквально до три раза в тот день упал ну и вот тут вот как раз вот в этом в этом месте дорога идет здесь лесок и такой перелесочек вот тут и уже идем мы и смотрю вот буквально за и вот из-за рощицы в 15 метрах от нас выходит но я сначала подумал пастух стадо пасет потому что ну корова и свиньи наверно ну там можно еще какие-то маленькие то есть первое впечатление было еще взглядом пастуха думаю где же он а как остановился собаки у меня рядом остановились как копаны вот прямо там у обычно они шастают а тут прямо обалдели и стали одна с одной стороны другая с другой и я присмотрелся и значит это стадо такой маленькой стадо остановилась присмотрелся это кабаны дикие кабаны и они так располагались как бы вот того кого я принял за корову это был значит главный кабан здоровенный вот ростом с корову я вот ну честно говоря видел кабанов но такого размера то есть вот представьте так обычно они там ну по колено кабаны там ну может быть в толщину как свиньи большие толстые а этот вот ну наверно по грудь то есть реально корова но это здоровенный кабан черный поэтому я его принял поначалу за это с двух боков у нее чуть дальше 2 значит ну видимо это свиньи были на это этот был кабана это были значит это как девочки и дальше значит вот штук 5 даже ну так их не нет и 5 а то и больше там нужно может быть 67 вот таких уже там вот таких обычных таких или поросята но уже такие подрощенные и вот это стадо встало и я стал именно настолько поразил вот этот размер вот этого вот этого огромного кабана его глаза то есть мы буквально стояли вот в 15 метрах друг от друга потом первым нарушил молчание кабан коротко коротко но так солидным басом хрюкнул и все это стадо как прямо вот по команде то есть он прямо вот сказал от типа обходим их вот одним словом вот этим этим гортанным таким хрюканьем спокойным то есть он был совершенно уверен никакого страха не перед собаками не перед человеком он не испытывал и они повернулись где-то там градусов на 45 мы стояли вот мы просто стояли и обошли нас сделали такой такой обход не 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 то чтобы уж очень далеко обошли нас и опять же вот пошли уже углубились вот вот в этот лесок собаки вообще даже не гавкнули то есть для них это новыми новые запахи новое существо они не сталкивались кабанами а я не сталкиваться с кабанами такого размера но это конечно так меня поразило нифига себе у нас подмосковье здесь откуда он такой здесь правда ну километров десять есть охот хозяйства и там вот эти вот кабаны и вышки обычные кабаны а это был просто вот царь кабанов спрос просто вот кабан я не знаю сколько в нем там ну сколько в корове на килограмм 400 наверное 400 500 ну в нашем поселке тут есть охотнички я конечно против охоты то честно говоря возражаю вот кстати их домишко они тут бывает бывает от отмечают что-то удачно эти такая такая беседка состряпанная рассказал ну рассказал в том плане не то что я бы хотел хотел выдать этого кабана рассказал говорю ребята вы там это со своими пукалками потому что ну этот кабан он так вот ружьем его не возьмешь но если конечно можно можно убить но умрет он не сразу он и сметет не только ни одного охотника целую группу может разметать вообще в пыль потому что у него так и реально такие клыки были мы такая вот морда здоровенная то есть одним укусом там голову мог откусить скорее всего ну может быть преувеличиваю на у страха там глаза велики но я не бы не испугался потому что я к животным отношусь ровно и они ко мне относятся любые животные любых размерах в общем-то достаточно положительно поэтому я понимаю чувствую их и от этого кабана исходила реальное такое спокойствие серьезный спокойная дядька которая уже не знаю сколько на этом цвете прожил но повидал всякого и уж охотников ты точно пережил многих но наши конечно охотнички у кабан гигантский кабан мы сейчас сейчас но мне как конечно нехорошо стал душу думал блин сдал сдал кабана его семью этим этим ребятам но видимо кабан все-таки такое существо он давно живет на свете и все эти фокусы знает и так он не попался искали его они искали но так 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 себе охотники у нас с бутылочкой один из них видел его видел видел и после этого на охоту ходить не ходил видимо издали издали он тут уже он не ходил на на охоту потому что реально понял понял размер ну видимо слухи просочились то есть плохо что от меня исходил этот надо было все-таки помалкивать и я вам не скажу в каком районе это то среди вас тоже знаете охотники есть давайте давайте там соберем компанию пойдем зачем живет живет себе огромный поросенок то есть огромный кабан в лесу с семьей вы придете его это ну а если к вам домой придет кто-нибудь с такими же желаниями там вашу голову повесить на это на стене не хорошо но вот зимой тоже охотники здесь похоже шастали искали искали но тоже тоже не нашли тоже не нашли так что дай бог здоровья кабану жив она здоров я думаю и переживет переживет многих тех кто за ним охотиться но вы сами понимаете я человек мистический и поэтому воспринимаю как не просто не просто какую-то там свинью гору мясо достаточно разумного лесного жителя которому я думаю покровительствует дух этого леса поэтому поэтому столь столько лет и даже вот в таких в общем то ну у нас не тайга все таки он жив жив и здоров ну все дорогие друзья счастливо вам пока